Благодарю, Владимир. Прошу вас. Ураганы, наводнения, засуха, другие аномальные явления наносят всё более ощутимый экономический ущерб, разрушают привычную сложившуюся среду обитания человека. От решения климатической проблемы зависят качество жизни всех людей на планете, экономический рост и устойчивое социальное развитие целых регионов Земли. Россия предпринимает активные шаги по решению проблемы глобального потепления. Наша страна вышла на одно из первых мест в мире по темпам снижения энергоёмкости экономики – 33,4% за период с 2000 по 2012 годы. А по итогам реализации программы энергоэффективности и развития энергетики рассчитываем добиться сокращения к 2020 году ещё на 13,5%. Мы перевыполнили свои обязательства по Киотскому протоколу. С 1991 года по 2012 год Россия не только не допустила роста выбросов парниковых газов, но значительно их уменьшила. Благодаря этому в атмосферу они попало около 40 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа. Для сравнения, уважаемые коллеги, скажу, что выбросы парниковых газов всех стран мира в 2012 году составили 46 миллиардов тонн. То есть, можно сказать, что усилия России позволили затормозить глобальные потепления почти на год. Заметно снизить парниковую эмиссию нам удалось за счёт модернизации экономики, внедрения экологически чистых и энергосберегающих технологий. Причём одновременно мы смогли практически удвоить ВВП страны за то же время. Хочу сказать этим, что вполне возможно уделять необходимое внимание развитию, обеспечивать развитие и заботиться о природе. Считаем принципиально важным, чтобы новое климатическое соглашение основывалось на принципах рамочной конвенции ООН об изменении климата и имело юридически обязывающий характер. А в его реализации участвовали и развитые, и развивающиеся экономики. Мы исходим из того, что оно должно быть всеобъемлющим, эффективным, равноправным. Поддерживаем долгосрочную цель нового соглашения – ограничить рост глобальной температуры к концу 21 века пределами в 2 градуса Цельсия. Россия продолжит вносить вклад в совместные усилия по предотвращению глобального потепления. К 2030 году рассчитываем уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от базового уровня 1990 года. Будем добиваться этого в том числе за счет прорывных решений в сфере энергосбережения, в том числе за счет новых нанотехнологий. Так, например, в России разработана технология использования добавок на основе углеродных нанотрубок. По оценкам экспертов, применение этой технологии только в России снизит эмиссию углекислого газа к 2030 году на 160-180 миллионов тонн. Конечно, мы готовы к взаимному обмену подобными разработками. Далее. В новом соглашении должна быть зафиксирована важная роль лесов как основных поглотителей парниковых газов. Для России, которая обладает колоссальными лесными ресурсами и многое делает для сохранения легких планет, это особенно важно. Принципиальное значение имеет поддержку усилий развивающихся государств по сокращению вредных выбросов. Россия также планирует оказывать финансовую и иную помощь этим странам, используя соответствующие механизмы организаций объединенных наций. И еще один важный момент. В своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже отмечал, что к климатической проблеме нужно подходить комплексно. В этой связи хотел бы подтвердить наше предложение провести под эгидой ООН научный форум, в ходе которого обсудить проблемы, связанные не только с изменением климата, но и исчерпанием природных ресурсов, деградацией среды обитания человека. Уважаемые дамы и господа, рассчитываем, что совместными усилиями мы сможем добиться выработки нового климатического соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу. Будет служить интересам всех государств и народов после 2020 года. Благодарю вас за внимание. Аплодисменты